Всем привет, с вами это Хоп Юга и я продолжаю играть в ИФА-14 Копа Америка. Сегодня у нас полуфинальный матч Аргентина-Бразилия, очень сложный и важный матч, уж поверьте, ребята, и этот матч решает также список бомбардиров и список плеймейкеров, ну или, короче, список голевых передач. Лучшие бомбардиры и лучшие распасовщики, ассистенты, можно сказать. И пока что лидирует Месси, но рядом с Месси идет Роберто Фермино, что там, что там. И вот кто выиграет, тот уже и окончательно будет на первом месте в списке бомбардиров и в голевых передачах, также в победу в сухую, потому что тут Браво Муслера, что Чили, что Уругвай уже выбыли, и осталась лишь Колумбия. В Колумбии у нас Баргас, у него всего один сухой матч, если Ромеро продержится с сухою, то также этот титул будет наш. Окей, поехали играть. Аргентина, домашняя, это кто у нас, Фред, что ли? Я честно не знаю. Ого, сколько форм образили. Давай в стандартный. Что у нас осталось? Можно сделать пару ротаций, но не настолько сильных изменений. Не понял только, что же все были уставшими. Ну ладно. Окей, что за фигня. Карл Стэвис. Неплохо он отыграл. Эвербанега. Эвербанега, идем кучу сюда. Надеюсь, действительно, все будут не уставшими. Окей, заставка. Полуфинальный матч, ребята. Колумбия уже прошла, Колумбия уже в финале. Сможем ли мы побороть Колумбию в финале, сможем ли мы побороть сейчас Бразилию? То есть это предпоследний матч Копа Америка. Предпоследняя серия. Соперники, да действительно, очень крутые. Конечно, эта сборная Бразилия не очень опасная по сравнению с тем, с той сборной Бразилии, которой был Рональдини, Ронаудо, Рикардо Кака, Риваудо. В общем, очень много человек там было. Легенд, можно сказать. А тут лишь Неймар тянет за собой всю сборную. Да и Дунга многих не вызывает. Халка не вызвал, например. Ну ладно, окей. Месси Капитан Команды ведет за собой сборную Аргентины. У них я вижу Тардели, Филиппе Уиза, Хеферсон, Неймар, естественно, Даня Ауэс. Итак, Атамэнди, Гарай, Сабалета, Рохо, Димария, Билли, Гуэро, Ромеро и Месси Хеферсон. Не знаю, честно, кто. Тардели, Филиппе Уиз, Неймар. Нет, Фермино. Не знаю, Фред, по-моему. И Миранда. Так же составит Ягу Сильвэ и Давид Уиз наверняка в запасе. Посмотрим. Так, другие рефери уже этот матч судят. Да, Фред там однозначно среди них есть. О, это Маркиниас, если я не ошибаюсь. С пассажиром так же. Так, групповое фото. Кто у нас? Виктор Хуго Корильев. Я не знаю такого. Ну, состав Аргентина звучать я не буду. По умолчанию, лишь Папула Сабалета играет. Они у нас в ротации. Сабалета с Ранкалья. Остальные все те же. Что же составом Бразилии? Хеферсон, Алвес, Маркиниас, Миранда Луис, Фред Элья, Старгеллер, Робиниан и Марк Фермино. Ага, Дуглас Костан, Нету, Виллиан, Френандиню, Давид Уиз и Тиаго Сильвэ. Значит, на заменах? Да, замены они могут. Тиаго Сильвэ, Давид Уиз, Виллиан, Дуглас Костан, да. Замена тоже нехивая. Окей, поехали. А, все-таки устали. Странно. Агуэра вот чуть-чуть устала. После прошлых матчей, ну ладно. И Месси, совсем чуть-чуть. Месси, коридорчик. Месси. Итак, мяч еще у Лионеля. Все чисто. Ого, ого. Ну тут Фред. Ого. Неймар, успокойся. Месси с Неймаром. Оба капитана своих сборных. Хотя, по-моему, тут Хейферсон и капитан. Не знаю, по какой причине. По идее, должен быть Неймар. Ну ладно. Так, первая передача. Никуда. Атакующая передача. Пас в разрез, можно сказать. Передача-то уже больше одной было точно. Ого. Что-то опять. Да я. Пока все спокойно. Маскирано так. Ушел со своей позиции. Из этого теперь дырка. Неймар один в один. Возможно. Нет. Сабалета. Дутероуха помогает. Димария, Ова, Даня Ауэс. Это опасно, может быть. На Неймара. Неймар. Как так можно было промахнуться? Вообще без понятия. Хавер Маскирано. Даня Ауэс спас. Соглубник. Так. Первый же угловой. Маркиниус. Вполне хорошо играет. На втором этаже. Маркиниус. Горай. Димария. Нет. Прошу прощения. Это Месси. Это Пасторе. И все-таки мяч выбивает. И тут может быть контратака. Очень опасная со стороны Неймара. Неймар все обошел, кроме Билли. Даня Ауэс. Неймар. Вот теперь можно бить. Нет, еще не ударил. Фермино. Какой мощный удар. И какой отличный сейф от Серхио Ромеро. Нам нужно продержаться тут в сухую. Просто обязан. Маркиниус. Неймар выигрывает верховую борьбу, но не точно. Обманули. Так. Корпус. Ух. Тарделис валил конкретно. Тут желтые. По ногам до сзади пнул. Немного опасно было. Мог маскиранную травму получить, но все обошлось. Ой. Передача моя ужасная. И лес. Так. Я вижу открывающийся Вадимария. Можно на Мэйси. На Мэйси пристал бежать почему-то. Ладно. Видимо, подумал, что Димария справится сам. Ладно. Горай. Передача на Мэйси. Мэйси. Миранда. Миранда справляется. Опять же, ну тут Хеферас. Он должен сыграть. У-у-у-у-у-у. Белия полегче. Те же можешь и желтые получить. За нападение на вратаря. А вполне и красную. Так что полегче. Опять забросы. Сборная Эквадора тоже с забросами. Вот это до хорошего недовиованной Маар промахивается. Хорошо, что мы его случайно не сбили. Так. Надо подумать, что бы сделать. Перевести на тот фланг. Вполне возможно, но тут не точно. Окей. Димария. О, какая передача. Димария. В его стиле. Тут Мэйси не проходит. Робиния. Миранда. Маркиниас. Ошибочка. Не на него, но все же. Ой-ой-ой. Мэйси не тот финт. Мэйси, Мэйси пока не радуешь, честно. Мэйси пока со совершенно меня не радует. Буквально ничего не может сделать толкового. Мэйси. Ох. Ох. Упасно. Чуть себя же не покарал. Маскирана не успевает. Фермино. Опять дырка в защите. Играй. Неймар. Неймар. Один в один, можно сказать. Опять же. Что за удары у Неймара? Ну ладно, угловой. Маскирана, я прочитал. Да, не а у вас... Да, удары слабоватые. Я соглашусь. Ой. Опа. Давай, 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 давай. О, там Энди выводит куда подальше. Тут на Пасторе. Пасторе не может ничего поделать. Куна Гуэра на Ди Марио. Ди Марио может разогнаться по флангу. И поставить корпус. Тут уже на Маскирану. И тут чистая подача. Ох. Зачем с разворота топить? Пасторе. Значит, у меня с навесами не то стоит. Фиг его знает. Параметры игры. Во-первых, я покажу, что-то я ничего не трогал. Так, основное управление, настройки геймпада. Помощь селеперед... Ручное? Ого! Давайте пробуем на автомат поставить. Ро-по. Никота Мэнди. Сейчас проверим, как действуют эти навесы. Вполне неплохо. Я не могу сказать ничего. Пока что. Айтерна Мэйси. Отлично. Чего же у меня раньше никогда не стояло? Навес. Включенным на автомат. Я не понимаю. Что творит Леонель Мэйси? Ой. Фермену перехватывает. Неймар. Горай. Демария. Передача вновь никуда. Пока что плохо играет Аргентина. О, так уже 43-я минута. Ого. Давай на Гуэру. Миранда. Минуту добавляет. Главное. Рэфери. А тут на Гуэру можно. А тут Демария. Тут можно вот так вот. Буквально сыграть. На Мэйси. Мэйси тут ничего не делает. Ладно, Лео. Да. Посмотрите на рейтинг Мэйси на сабалеты. Боже мой. Что за бред? Ой, мячик теряет Лео. Лео, что с тобой? Что, форму растерял? Да нет. Не мог растерять за пару дней. А Гуэру, вот давай. Да я вас умоляю. Бля, что за фигня? Ох. Ох. Оборона-то еще ничего, кроме сабалеты. Удар. Первый мощный удар, к мнению сборной Бразилии. Нам бы хотя бы такой удар. Давай. Мэйси. Развернулся. Все еще тут Лео. Оставляет мяч. Оберто Фермино. Лукас Беллия. Авер Пасторе. Пять на Мэйси. Ох. Ну тут я не старался перевесить. Я старался отдать передачу. Ну ладно, получилось как удар. Тоже неплохо. Пять. Так, фсайда не было там. Кунагуэроу. Штанга. Первый нормальный удар, мне кажется. Ну да, тут штанга заслужена. Заслужена. 54-я минута 0-0. Надеюсь, дело не дойдет до серии пенальти. Потому что Бразилия хорошо обороняется, мы хорошо защищаемся. Но ни Бразилия не может и того, и того одновременно делать. Так и мы не можем нормально атаковать. Если Бразилия атакует, то у них хоть удары получаются. У нас же не получается абсолютно ничего. Агуэроу, маленького роста Агуэро. Термино. Тут кто это симулирует-то? Биллия, ты что? Ну или реально споткнулся, но было похоже на симуляцию конкретно. Так, где Мария? Фред. Тардели. Арофо не успевает. Биллия подхватывает. Можно на Месси, если получится. Получилось. Вполне даже неплохо. Коридорчик. Филипп Эллис. Далеко-далеко. Но все равно мяч здесь. Рабиния. Даже какой-то Рабиния у Лионеля Месси. Ой, горай, не зевай. Где Сабалета? Да, Сабалета, конечно, зря вышел. Роха выпнул. Сабалета только в атаке помогает. Но особый пользы от этого я не вижу. Ого. Апрессивно бывает. Опять же, что-то не то в Месси. Сабалета делает Сабалета. Уэлья зацелился. Агуэра может пробить неплохо. Угловой. Ну да, такими темпами. Ооо, там Мэнди. Наливает Месси. Неужели, конечно, что-то Лео сделал. Ну тут вот, там Мэнди шикарно открылся. А Афсайда... Афсайда никакого не было. Он просто подошел и все. Просто из-за того, что попасть в Лео. Афсайдам будет. Один ночь, 66-ая минута. Отлично. Но я уверен, что Бразилия не будет просто так стоять. Ничего не предпринимая. Так, тут Вильян. Через правый фланг мы играем. Демарию вообще не подключаем. Практически. Прессинг конкретный от сборной Аргентины. Рохо. Выхватывает мяч. А вот и Демария. Так, тут Агуэро закрыли. Агуэро устал. Агуэро... Посмотрим, что у нас тут. Месси, Агуэро. Да, линия атаки, как мы видим, не самая хорошая играет сегодня. Агушка Касабалета. Давайте проведем двойную замену. Карлос Теви заменяет Куна Гуэро. По стори пока может побыть тут. И Факуду Ранкаля заменяет Павлоса Балету. Может и с правым флангом... Ой-ой-ой. Да, фоу-фоу. Не спорю по ногам. Беля спалил. Павлоса Балету. Не лучше свой матч провел. Ну, все-таки сборная Бразилии по хардкорне. Ропу. Отлично. Тут можно было только бежать, но... Ой-ой-ой. Маскерана чуть-чуть не по ногам. Сзади причем. Пасторе давай. Ах, передача в никуда. С моей стороны. И тут опять шанс вот такой вот для Пастори. Месси, Дэвис, Дэвис. Вторая голевая. Коры, то Стэвис не ходит. Забивает. 2-0. Так. У нас, по-моему, вторая голевая, да, Месси была? Да, две голевые. Отлично. Фермина пока ничего не забил. Что только в плюс. Виллиан мог забить, но не забил. Тревес. Тревес. Не было никого офсайда. Хавер Пасторе. Ангель Ди Мария тут... Не сильно пробивает головой. Неймар. Диего Тордели получил желтую. Непонятно когда, я не видел этого момента. Ладно, пора выпинывать. Так. Вот пас на Месси. Тревес. Тревес играет шикарно. Ди Мария туда не у вас, конечно, прочитал. Ой. Пять по защите у нас. Но тут у нас защита, в принципе, тоже. Хорошая не была офсайда у Тордели. Тордели тут пытается обмануть. Но тут Маркус Роха прибегает на свою родную позицию и выручивает команду. Неймар. Неймар! Штанга. Ох. А у Виллиана был офсайд. Элиэс уходит. Эвертон Рибейро. Тоже непонятно кто выходит. Кстати, Виллиан вышел из места кого? Только сейчас заметил, что Виллиана не было в стартовом составе. И он вышел. Значит, вместо кого? Миранда читает. Гру. Карл Стэвис. Тут на правый фланг. Покуда Ранкария. Пока Ранкария тоже себя не проявляет. Но тут Ромеро чисто-чисто овает. 52 на 48. Владение мячиком. В Аргентине небольшое преимущество. Потому что мы больше прессингуем, нежели владеем мячиком, либо атакуем. Опа. Ванхильди Мария. Традели. Косторе. Эвертон Рибейро. Гоу. Хотел я крикнуть, но не тут-то было. 88-ая минута. Миранда вновь промахивается на втором этаже бразильцем. И... Шанс нашей победы оставляет 80%. В Бразилии еще есть буквально небольшие шансы выиграть. Минута добавляет, так что в Бразилии остается лишь 2% на шансы выиграть. 98% наши. Ромеро сыграл отлично. Месси так себе. Вот, в принципе, и пора поменять. Посторы уже окончательно выдох. Все, окей. Третья замена. Завершающая. Все и вся. Если мы успеем ее сделать. Мы ее успеем сделать. Ой, Месси. О, Месси. Месси пробей. 3-0. 90-ая минута. Месси. Две голевые. Гоу. Месси становится лучшим игроком матча. Ну да, начало для Месси было не самое лучшее. Посторы, молодец. Не подводишь меня. 3-0. Месси действительно пока что самое лучшее. Тут у них конкретно то, что стреляет. И сфига ли Тардели в опорной зоне, когда он центральный нападающий. Я вообще не в курсах. Да, Месси пока что лучше. С танкой 8-3. Так, тут можно свистеть. 100% победа. Аргентина в финале. Аргентина выигрывает Бразилию в полуфинале Кубка Америки. Аргентина сразится с Колумбией. Отлично. Непростой путь был. Остался всего один шаг до Кубка. Последний бой. Последняя битва. Последняя серия. Посмотрим моменты матча. Это гол у Тамэнди с углового. Это гол у Карлоса Тевиза. С невероятной передачей Месси. Это сейф Ромеро. Да, тут он легко поймал. Можно сказать. И это сейф Ромеро. Вот это вот было мощно. И вот он гол Месси. Спокойненько в дальний угол. Окей. Все основные события произошли во втором тайме. Месси играет в матче. Гол. И две голевые. Месси выходит вперед. Что там, что там. И так. С минимальным счетом Колумбия выигрывает Чили. Так как на воротах не было Павлио Мраво. И с разгромным счетом выходит Аргентина в финал. Финал Кубка Америки. Аргентина-Колумбия. Вперед. Назван лучший игрок месяца. Санчес. Что? 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 Кто это? Даже не Алексис, но все равно. Окей. Месси. Месси что в том, что тут, что тут лидирует? Не получали мы ни одной желтой карточки. Ого. И Ромеро также тут лидирует. И тут Хеферсон его никак уже не догонит. Поздравляем Ромеро с титулом. Лучший вратарь турнира. По голевым передачам тут Колумбия, в принципе, Хамис Родригес может три голевые отдать. Но я не думаю, что Колумбия оторвется на нас на три мяча. И специфики бомбардиров. Тут уже точно не догнать от Карлосбака с тремя мячами. И вам надо делать как минимум хэт-трик. Хотя все еще впереди. Не буду ничего говорить. И так, у нас тут многие устали. Это, конечно, плохо. Я сейчас определю состав. Так, Карлос Тевис отлично сыграл. Пастори, прости. Роберто Перейро будет в старте, так как ты устал. Гарай. Гарай будет играть. Фернандо Гагло. Нет, ребята, играйте, играйте. Явно не Пастори, простите. Опять ошибочка. Пастору уж сильно устал. Нет, Белия больше устал. Так что Белия, Пастори на замене, Игуаин, если что, тут. Но Игуаин выйдет в стартовом составе. Месси обязательно будет играть в финале без Месси. Да уж что. А Гузман. Все отлично. Ранкали, Отомэнди. Тут у нас только Месси, Маскиран, Отомэнди подустали. Ди Мария лишь чуть-чуть устал. Ну ладно. Тут еще Бразилия проиграла. Смотрите, Чили. За счетом 3-2. Это было прям в самом начале турнира, по-моему, или нет. 3-го июля. А сейчас 4-е. А, это матч за 3-е место, точнее. Матч за 3-е место, и 3-е место достается Чили. Кому же достанется первое место, кому же достанется второе место, мы узнаем с вами в следующей серии. Ладно, всем до новых встреч, с вами был Игорь Негода, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока.